Редактор субтитров А.Семкин Это сварочная маска современного образца. А, да, сзади она. Да, то есть это маска системы хамелеон, то есть в двух режимах она, собственно, затемняется непосредственно при сварке, для того, чтобы обезопасить глаза и защитить полностью лицо от сварочного излучения. Ну что ж, у нас есть сюжет, который наши коллеги сняли о вашей работе. Я думаю, мы вас и в маске, и без тому видим. Конечно. Давайте вместе посмотрим, и потом будем говорить, и будем ждать вопросов от наших зрителей. И у нас немало вопросов к вам, так что давайте посмотрим сюжет. Терпение и труд помогли Александре Ивлевой освоить тяжелую мужскую профессию сварщика. И мало того, стать настоящим художником своего ремесла. Сварщики-профессионалы и сварщики-любители в России и в других странах мира называют ее одинаково. Вэлд Квин, что в переводе на русский язык означает «королева сварки». Вэлд Квин – это мой творческий псевдоним, то есть я его часто использую, все свои работы так подписываю. Вэлд Сварка. А еще пять лет назад Александра и сварочного аппарата в руках не держала. В то время она получила диплом экономиста и устроилась на должность товароведа. Увлекалась дизайном. А однажды, чтобы сделать домашние светильники, ей пришлось освоить азы сварочного ремесла. И в этом Саше помог ее отец. Профессиональный сварщик. После первого же урока Александра поняла, что она нашла дело своей жизни. Я решила получить профессиональное образование, сварочное. И закончила политехнический колледж, московский, номер 31, профессия электрогазосварщик. У меня диплом электрогазосварщик третьего разряда. Сваривать трубы газопровода или многотонные блоки для мостов в планах у Александры не было. Знание сварочных работ нужно было ей, чтобы заниматься творчеством, а не вкалывать на стройках. Даже наработав себе престижный пятый или шестой профессиональный разряд. После третьего разряда вы получили диплом, после этого вы идете дальше, идете на завод, там работаете. И каждый год вы имеете право повышать квалификацию. Это не так-то просто. Сварщик это очень квалифицированный специалист. Хороший сварщик это очень нужный специалист, я бы сказала. Первым творением Ивлевой как сварщицы-художницы была скульптура медитирующего кота. Медитирующий код Тихвами. Это большой медитирующий код 2,10 высотой, весом в 300 килограмм. На сегодня у нее больше десятка работ. Все необычные, по весу нелегкие и по размеру немаленькие. Допустим, это петунец скульптура, то есть она 3 метра высотой. То есть в среднем они 2 метра, метр 10. Ну, то есть для того, чтобы они каким-то образом коммуницировались с человеком, они должны быть определенных тоже параметров. Творение Александра можно не только выставлять в музее, но и легко использовать в быту. Например, вот эти кресла-качалки, сваренные из пруди форматуры, гарантированно не рассохнутся и не сломаются под весом сидящего. Почти все, что выходит из мастерской Ивлевой, тут же расхватывают ее поклонники и коллекционеры редкостей. В частных руках, значит, «Конь-огонь» первая версия его, «Казанова», кресло для летания в облаках, есть еще кресло для совместных летаний в облаках, у Славы Полунина находятся во Франции. Инструменты в мастерской Александры много места не занимают. Самые громоздкие из них – это сварочный аппарат и мини-пила. В народе просто болгарка. Эту парочку Саша всегда держит под рукой, потому что ими в основном и орудуют. А вот это уже инструменты сопутствующие. Тоже всего несколько штук. Молоток там что-то подогнуть, плоскогубцы что-то там вытащить, тоже подогнуть, отрезать. Сварка для Александры – это в первую очередь творчество. И лишь во вторую – травмоопасный производственный процесс. Однако про технику безопасности она не забывает никогда. Ну, конечно, случалось. Но ничего страшного. Ну, прилетело, зажило. Для работы в мастерской у художницы есть спецодежда рабочего сварщика. В комплекте комбинезон из огнеупорного материала, длинные перчатки, тоже огнеупорные, на ногах ботинки со вшитыми в них металлическими пластинами. Голова и лицо сварщика во время работы прикрыты специальной маской. Глаза защищает стекло, встроенное в маску. Его прозрачность регулируется автоматически. Как только начинается сварка, срабатывает вот здесь элемент, фотоэлемент, да, и она закрывается. Закрывается до такой степени, что вот в ней, вот если в обычной жизни, да, вы ничего практически не увидите. Это стоит где-то около 35 тысяч маска. Цены на маски абсолютно разные. То есть в зависимости от производителя, от качества вот этих светофильтров, вот эта маска американская, 3М, она стоит, ну, где-то 1025. Сейчас Саша трудится над своей новой композицией под названием «Братья Ангелы». Из обрезка форматуры размером с мизинец она сваривает двухметровую статую. Всего же для композиции ей потребуется семь таких статуй. Она будет стоять в природном парке, Кудыкина гора, это в Липецкой области парк. Большой холм у них возле реки Дон, который вот прямо на этом холме будет стоять «Братья». Остальные работы из мастерской скоро тоже разойдутся по выставочным галереям и музеям Москвы. В выставках Александра участвует не только как скульптор и художник. Как сварщик-профессионал она проводит там же профильные мастер-классы для новичков. Вот это да. А у нас есть анкета на профессию. Да, мы тут почитали, что сварщик может зарабатывать от 30 до 130 тысяч рублей в месяц в среднем. Получить образование можно в профессиональном училище, в колледже, также на специализированных курсах или в институте. Ну, отрасли применения, разумеется, тут самые разные. Например, машиностроение, станкостроение, металлургия, сфера ЖКХ, автомобилестроение, кораблестроение и даже сельское хозяйство. Так что, в общем, сварщик профессии, очевидно, совершенно нужная. Теперь расскажите о себе. Да, нет, Александра очень эмоционально реагировала на сюжет. Я так понимаю, есть некие правки, которые для начала нужно внести, не все было точно. Болгарка это не пила, это угловая шлифовая машинка. УШМ. Для начала. Для начала, да, называется УШМ. В простонародье болгарка. И, по-моему, с вашим опытом там немного напутали. А, да, уже 9 лет занимаюсь сваркой, и вот уже 5 лет как профессиональный сварщик. Первый вопрос, который тут же задали наши зрители, мы его ждали. Почему вы выбрали эту профессию, ведь эта работа больше подходит мужчинам? Наверное, вам этот вопрос уже жутко надоел. Его регулярно вам задают знакомые, наши клиенты. Терпеливо к этому вопросу. Я люблю это дело. То есть когда-то был интерес, я захотела сделать коллекцию, коллекцию светильников. Начинала с скульптуру с подсветкой. И поняла, что хочу это делать, да, мне нравится этот материал. Вот. И потом я шла к тому, чтобы быть художником именно, да. То есть этот процесс занял у меня 7 лет. То есть я вот держала в руках железку, да, и понимала, мне нравится. То есть я держу, и это класс. Именно железка, а не кисть, бумага. Да, то есть вот я держу вот... Ткань, что... Нет, 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 я беру и понимаю, что вот это вещь. То есть из нее я бы сделала, ну, то есть вот можно сделать любую идею, любую фантазию какую-то, да. То есть и это будет монументально, это будет надолго, на века прочно. То есть я донесу эту идею серьезно и надолго. То есть вот так. Но ведь это тот материал, который требует и совершенно особенных усилий. Вы тоже это любите? Да, я тоже к этому шла физически. При отдалении как-то? Да, конечно. Нужен определенный, наверное, уровень смелости, понимание того, что ты можешь это сделать. То есть можешь физически, можешь, наверное, эмоционально, да, что ты готова взять болгарку и час там что-то ей пилить, да, то есть резать там, потом зачищать. То есть как бы ты готова к этому психологически. И я к этому тоже пришла. То есть когда два года назад ко мне как идея пришел медитирующий кот Тихвами, настолько меня впечатлив, настолько дав мне энергию, не было никаких сомнений, что я пойду и его сделаю. То есть я пошла, его сделала, да, то есть я варила, со мной была команда, которая мне помогала, я его зачищала, резала, было миллион отрезков, вот из которых он сделан, да, то есть ты стоишь и час нарезаешь пруд там, потом там стоишь и полчаса его защищаешь. 15 минут отдыхаешь, опять полчаса дочистишь там его болгаркой. То есть это, конечно же, большие физические усилия. И потом, если в процессе что-то идет не так, это же не так просто, знаете как, ластиком там стер и подрисовал заново, это же... Я вам скажу просто, просто берете болгарку, отрезаете, вынимаете, берете зорку и завариваете, да. То есть это то же самое, это как ластик, это кажется, что он очень... Он как пластилин, его можно менять. Ничего себе. Пока Виталий задает свой вопрос, можно я посмотрю сквозь вашу маску? Я буду очень осторожна, я видела, что это дорогая вещь. Дело в том, что объясню зрителям, вот здесь у нас прямо передо мной очень яркий софит, вот я хочу на него посмотреть. Да, потому что это себе слово, пока я изучу. Да, я хотел узнать, что становится материалом для ваших творений. То есть, условно говоря, вы приходите на строительный рынок и говорите, так, мне килограмм вот этих железок, килограмм вот этих железок. Как это происходит? Это нет, не на строительный рынок. Виталька, я почти не вижу. Я тебе помахал. Вы знаете, свет становится действительно не таким противным, он обретает какие-то зеленоватые оттенки. То есть мы себе оставляем, да? У вас вторая есть? Есть, есть. Да, вот так и будем выходить в офис. Спасибо. Я приезжаю на металлобазу, это огромная металлобаза, то есть там железнодорожные составы, по ней ездят настолько огромные, да? И там, говорю, мне 120 килограмм прута 10 миллиметров, 150 килограмм прута 8 миллиметров, где-то вот так. И потом взваливаете это на спину, все, в рюкзачки и несете домой? Нет, нет, я складываю это в прицепы и еду в мастерскую. Пишут наши зрители, вы золото, спасибо вам, удачи. Спасибо. И спрашивают, правда ли, что сварщик одна из вреднейших профессий. Ну, есть такие стереотипы действительно? Ну, это вредная профессия, я бы сказала, да? То есть, но опять же, если соблюдать технику безопасности, да, если место сварочное будет оборудовано необходимой там притяжно-вытяжно вентиляцией, если вы будете пользоваться сварочной маской, перчатками, то есть обезопасивать себя, да, со всех сторон, как требует техника безопасности, то, конечно, это уменьшит влияние вредных факторов. А правда, что нельзя смотреть на сварку? Можно через маску, через защитные стекла. А без маски нельзя? А без маски не рекомендуется, да. Как в детстве говорили, ослепнешь? Ну, не прям сразу, но как в профессии это называется поймать зайца. То есть, как бы, немножко потом в глазах так рябит. Можно узнать, почему вы выбрали такой унисексуальный, я бы сказала, псевдоним? Вы столкнулись с каким-то к себе не очень доверием, там, отношением из-за того, что есть гендерные, наверное, приоритеты в этой практике? Ни с чем не связано, с каким-то негативным опытом, ни с каким не связано. Просто сколько-то, уже полтора года назад, я подумала, как бы я хотела себя называть, то есть какой бы псевдоним я себе хотела организовать, да. И вот оно как-то пришло само собой. Вот. И получилось так, что, не знаю, очень удачно, как мне кажется. То есть и сайт, и инстаграм также звучит, Wild Queen. Все свободно. Это прекрасно. Много знаете дам, которые разделяют ваше увлечение? Вообще сварку немного, но знаю, да. То есть в профессии женщины есть, есть и те, кто варят, на стройке варят, есть преподаватели, то есть мастера производственного обучения, это в колледжах, допустим. Есть технологи сварочного производства женщины. То есть, собственно, профессия не исключительно мужская, я бы сказала. А вы с кем учились? Вы помните этих людей? Конечно. Вам с ними было комфортно общаться? Да. Наверное, не все... Комфортно, конечно. У нас был замечательный мастер производственного обучения. В группе были, конечно же, только ребята, в основном 16-летние. Я была там уже в возрасте 24 лет. И, ну, по сравнению с ними, конечно, я уже была взрослее. Но все относились уважительно. Мы все вместе проходили, собственно, практику уже в мастерских училищах, да? Колледжи это называлось. Очень просто интересно понять, что это за новая категория молодых людей, там, рабочих или творческих, связанных с рабочими специальностей. Они это действительно сознательно выбирают, они увлечены этим делом. То есть есть ли шанс у этих профессий снова стать престижными в нашей стране? Ну, согласитесь, был же определенный спад популярности. Да, был. И я считаю, что те, кто сейчас идут в профессию именно работать руками, работать на заводе, те, кто выбирает профессию сварщика, это смелые и решительные, я считаю, мужчины, люди, молодые люди, да, потому что те, кто имеют цель, задачи стать в ней профессионалом, да, то есть получить повышенные разряды, получить какие-то определенные спецификации, ну, специализации дальше по профессии своей, я считаю, это целеустремленные очень люди, да, которые понимают, что они в этой профессии могут достигнуть определенных высот. Вот вы сказали статистику, да, что в среднем от 30 до 130... До 130, но это какие-то средние... Это средние по России, да, но, допустим, там, где по России, там, где у нас есть металлургические предприятия разные, да, сварщик, профессиональный сварщик с специализацией, да, может зарабатывать и 200, и 250 тысяч сварщики, аргонщики, допустим, то есть в профессии можно достаточно много зарабатывать, то есть если ты хороший специалист, и поэтому я считаю, что молодые люди просто начинают быть мотивированными, да, то есть и идут в профессию для того, чтобы стать профессионалом, я знаю таких, собственно... Но они будут востребованными, и им есть где работать. Конечно, будут востребованы. До сих пор специально, я считаю, что в профессии, да, недостаточно квалифицированных кадров, да, то есть я понимаю, что люди понимают, это уже, да, молодые люди выбирают профессию, и идут туда, и работа у них будет всегда. И чем лучше ты профессионал, то есть чем больше ты профессионал, тем в востребовании, тем больше у тебя может быть заработная плата, естественно. Давайте послушаем Виктора из Ростова-на-Дону, нам позвонил. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, вот такая очаровательная девушка, достаточно молодая, и вдруг выбрала такую нестандартную специальность. А почему? Вы пропустили начало нашей передачи, Виктор. Ну, может быть, знаете, как другими словами еще раз. Или какие-то еще там секретные мотивы были. Другими словами, мне нравится, что с помощью рабочей специальности, с помощью сварки, в общем, утилитарные вещи. Да, такой утилитарной профессии можно сделать произведение искусства, то есть можно создавать художественные работы. Сварщик это как кузнец, супер кузнец. Кузнец это немножко другая профессия. Вы очень трудолюбивая девушка, смелая, терпеливая, удачи вам. Учусь на сварщика, теперь еще больше хочу учиться на него. Спасибо за вдохновение, Челябинская область. Вот видите, то есть именно из-за этого я тоже занимаюсь, собственно, и популяризацией профессии. Я веду телепередачи именно по сварке, то есть сварочные мастер-классы в ТВ-режиме. Мастер-классы сварочные организовала в прошлом году на фестивале. То есть любой человек мог прийти и поварить. Вот вы пришли, мы вам надели маску, собственно, дали вам халат, перчатки и научили, как варить. Вы бы ушли с такой небольшой предметиком. Это совершенно бесплатно, люди были счастливы, просто как будто космос повидали, то есть как будто слетали в космос. А интересуется, сколько стоят ваши арт-объекты и кто их в основном покупает, с какими целями? То есть я вот видела этот конь-огонь, да, по-моему, все эти классные. Вот я бы такой на дачу поставила, там ребенка мог бы наслаждаться. В основном это коллекционеры, то есть те, кто коллекционирует либо искусство, либо просто нравятся такие интерактивные скульптуры. То есть я занимаюсь именно интерактивной скульптурой. То есть это объект, с которым можно каким-то образом взаимодействовать. Если человек на него как-то садится или как-то с ним взаимодействует, тем самым дополняет собой общий смысл вот этой идеи. Покупают также парки. То есть вот в парк, потому что это объект паблик-арта, то есть он может украсить любое общественное пространство. Цены? Цены, ну вот несколько сотен до там несколько миллионов. Сколько вы трудитесь над самой дешевой, самой маленькой, например? То есть отправная точка по энергозатратам? Ну от двух недель. От двух недель, и я работаю очень много, 10, 12, 13 часов в день. А выходные бывают? Ну, это редкость. А спина, руки не отваливаются после? Ну, я хожу в спортзал. Помимо прочего. Да, помимо прочего, да, для того, чтобы, кстати, сходить в спортзал, это для меня расслабление. Вместо сна. Нет, спать надо, я всем рекомендую. Это полезно. Алексей нам позвонил. Алексей, здравствуйте. 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 Александра, здравствуйте. Слушайте, меня хорошо? Ну, прекрасно, говорите. Ага. Александра, ну, во-первых, вы несколько лукаете насчет безопасности работы сварщика. Ведь силикоз – это ваше профессиональное заболевание. Вы знаете об этом? Конечно. Заболевание – так. Силикоз – профессиональное заболевание сварщиков. Сдается утрата трудоспособности. А вы врач, простите? Я не врач. Я встречался со сварщиками, у которых профессиональное заболевание – силикоз. Я тоже удивился, но это, да, это так и есть. Потому что вот эти вот все вот элегазы, они идут под маску. И да, это профессиональное заболевание. Запомните вот это, если будут проблемы с легкими. Можете обратиться в фонд социального страхования, вам установят утрату. Это первый. А второй вопрос. У вас вот масочка хамелеон. Я начинаю с такой сварщик. Пока еще. Ну, варю оградку вот у себя на огороде, так скажем, на даче. Вот для окон там сделал решеточки. Вот масочку не могу подобрать. Вот такие вот маски меня не устраивают. Маленькая еще какая-то начинающая, рука не набита на это. Еще опрос, где взять, да? Да, вот мы бы посоветовали бы. Вот хамелеон. Спасибо, понятно. В любом сварочном магазине, то есть где продают сварочное оборудование, маски, начиная, хамелеон маски, начиная от полторы тысячи рублей, дальше все ограничивается только вашим бюджетом. Вы можете выбрать огромное количество просто предлагается разных производителей. Так может в этом и вопрос, если такой большой выбор новичку сложно, легко запутаться вернее, какие критерии важны? Критерии важны. Наверное, я бы рекомендовала читать отзывы просто на каждого конкретного производителя. Насколько долго служит сам светоэлемент, то есть светофильтр, потому что, собственно, это и есть основная деталь. То есть вот этот фотоэлемент, который закрывает маску при начале сварки. То есть насколько его качество зависит, конечно же, от цены, от производителя. То есть нужно читать отзывы, я считаю. А вы уже звербовали, по-моему, половину наших зрителей в сварщике. Может, вторую профессию освоить сварщика за Байкальский край. Вот, вот, правильно идите. Да, значит, я сам сварщик, горжусь этим. Вы молодец, Республика Дагестан. Со скольки лет можно учиться на сварщика? Ну, 16, да, вы сказали? 16, да. Раньше. После девятого класса можно пойти в колледж, собственно, и получать там образование. Алтайский край с нами на связи. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Хотел спросить у девушки, какие швы умеют варить? Извините, не пришла. Мы тоже. Какие швы умеют варить девушки? Швы, швы, швы какие. Швы, вы имеете в виду на пространственных положениях? Да, да, да. Вот, давайте скажу так. Я сварщик в сфере ЖКХ 14 лет стажа. То есть прошел все теплотрассы, все колодцы. В общем, проверочка на вас. Одно дело там проволочки сваривать между собой, шестерочки под гибатик, а другое дело колодцы, теплотрассы, операционные швы, ржавый металл. Да, Алексей, понятно. Вы хотите сказать, что вы больше в степени профессионал, чем наша гость? Хорошо, мы приняли ваше точное зрение. Это в данном случае несомненно, абсолютно, потому что я не варю швы под рентген, я не варю теплотрассы. Для этого нужно определенное образование, определенные допуски. То есть, конечно же, моего третьего разряда электрогазосварщиков вполне достаточно для того, чтобы сваривать арматуру 6, 8, 10 миллиметров. Естественно, никто меня не проверяет под рентген, так сказать. Александр, спасибо большое, что вы пришли. Спасибо, у нас еще куча вопросов, но в другой раз. Спасибо, удачи вам. Александра Ивлева была у нас в гостях, художник-сварщик.